всем привет 2 декабря я максим журавлев канал про деньги и рынки вот в суматохе последних новостей по поводу нового штамма на пик плюс увеличения либо не увеличения добычи нефти да тут еще санкции против россии опять угрожает мы с вами немного упускаем другой момент а именно иранскую нефть и вот прилетели новости как раз из этой страны о том что они планируют увеличить добыча нефти давайте эту тему обсудим и ряд других друзья общая картина дня уже опубликована в телеграм-канале про деньги и рынки те кто не подписан ссылка в описании под этим видео также в первом прикрепленном комментарии там общая картина важные новости которые влияют на рынке я думаю что будет неплохое дополнение к пониманию что вообще происходит сейчас в мире в части экономики финансов и политики но давайте начнем как обычно по порядку и так друзья что у нас из наиболее важного за последний торговый день все в красном цвете в основном конечно же американский рынок у нас торгуется в отрицательной зоне по большей части если посмотрим в целом мир то есть другие фондовые площадки то разнонаправленная динамика главная причина вот таких вот настроений медвежьих это конечно же новость о том что в сша обнаружили первый случай заражения новым штамм штамма вируса омикрон естественно рынке сейчас крайне напуганные вот таким вот вот такой вот ситуации потому что еще пока до конца неизвестно еще нет четкого понимания насколько все это серьезно и опасно но я считаю что эта новость она какой-то в какой-то момент будет переварена рынком и потом она отойдет на второй план поскольку напоминаю что по сей день с того момента как только появились первые новости по поводу этого нового штамма и еще не зарегистрирована по крайней мере в сми нигде не указано о том что это опасная штука что уже пошли какие-то первые летальные исходы нет пока все нормально поэтому это я полагаю здесь некая такая вот рыночная реакция истерия что касается российского рынка то рынок здесь у нас подрастает боль более полтора процента роста растут основные голубые фишки газпром новотек сбербанк то есть идет попытка попытка выкупа но это несмотря на то что блинкин это госсекретарь вот буквально минувшие сутки заявил о том что россия может столкнуться с очередным раундом более жестких санкций которые сша еще до этого времени не вводила речь идет опять по про геополитику опять нагнетается обстановка в части вот эти отношения россия украина и сша о том что якобы идет наращивание вооруженных сил вдоль границ с украиной но короче говоря это те тема такая достаточно мутная политическая она всегда конечно эта тема висит над нами это безусловно риск-фактор для российского рынка для рубля безусловно посмотрим как за этим будет дальше разворачиваться события но здесь еще надо еще и понимать что очень много может быть провокации причем вербальных то есть словесных а пока отставим эту тему в сторонку у нас более важные новости что касается российской валюты то по итогам вчерашних торгов под занавес мы вчера увидели некоторые обратный выкуп то есть да было движение вниз в части укрепления российского рубля но естественно рынок сейчас тоже переваривает текущую информацию главная причина это конечно во первых будущая политика фрс по поводу ужесточения дкп денежно-кредитной политики второе это конечно же ожидание действия со стороны банка россии по поводу повышения процентной ставки этот фактор некоторые фактор поддерживающий российский рубль но и конечно же рынок нефти вот сегодня 2 декабря состоится уже очередное заседание министерской встречи опек плюс на котором будут разговаривать министры что делать с добычей нефти пока тоже прогнозы разные то есть одни говорят что будут увеличивать добычу нефти оставят все как есть то есть это плюс 400 тысяч баррелей в январе месяце либо наоборот сократят что касается нефти тут еще одна новость помимо ирана сейчас мы не поговорим дело в том что в сша заявили о том вот новость на рейтерс что они могут скорректировать объемы выпуска своей нефти из госрезервов если цена на нефть пойдет еще ниже то есть они говорят о том что до 50 миллионов баррелей в сутки мы планируем продавать из них порядка более 30 миллионов уже в этом году в следующем году в января месяца плюс еще 18 миллионов баррелей дополнительно нефти но если цена на нефть будет также падать из-за здравоохранения то есть новый штамм либо какие-то другие могут быть причины в части переизбытка нефти то они могут эту тему немножечко отодвинуть чуть-чуть в сторонку то есть вот такие заявления конечно же они не обеспочвены вероятно есть какие-то ожидания у министерства энергетики сша я даже честно говоря готов предположить почему они так начали говорить либо это опять-таки иран но иран это знаете отдельная тема особняком стоит либо все-таки это политика фрс по поводу ужесточения денежно-кредитной политики повышения ставки то есть если те будут повышать ставку причем делать это будут достаточно агрессивно то это скажется на рынке товаров и на рынке нефти безусловно то есть нефть корректируется и исходя из этого конечно не будет смысла продавать собственные резервы короче говоря вот такая новость есть берем ее на заметочку для того чтобы доска понимать вообще что происходит и теперь давайте перейдем собственно вот к основной теме нашего обзора это иран значит на сайте агентства нефтегазовой информации появилась новость о том что со ссылкой на иранские источники что иран закладывает в свой бюджет на будущий год реализацию нефти в объемах 1 и 2 миллиона баррелей в сутки в настоящее время добыча сейчас осуществляется около 1 миллиона баррелей в сутки и казалось бы конечно это немного 1 и 2 миллиона баррелей в сутки но согласно информации это лишь минимальный порог то есть он уже превышает текущие объемы и 1 и 2 миллиона баррелей в сутки это больше чем сейчас и экспортирует иран на рынок нефти более того здесь сказано что да действительно есть проблема с части вот санкционного давления со стороны того же тех же штатов европы мы знаем это проблема ядерная сделка на сейчас конечно идет некая такая вот фаза может быть таких пассивных переговоров я так это могу назвать и в следующем году если все-таки договорятся и возобновят сделку с ираном в части вот ядерной сделки то это может означать что будут снимать санкции в том числе из нефтяного сектора и как сами чиновники как вот и сказано заявляют что они готовы уже увеличить добычу нефти до 4 миллионов баррелей в сутки а это уже на более менее ощутимо более того они определяют сроки что это будет вероятно концу текущего календарного иранского года у них там немножко другое летоисчисления это то есть в конце марта если говорить по нашему календарю поэтому друзья на тоже для себя вот этот момент и берем на заметку помимо того что сообщает о соединён штат америки то есть с одной стороны штаты такой новостью они таким образом несколько напряжения на сын к нефти снимают а в плане избытка нефти но с другой стороны появляется вот эта новость по поводу ирана которая конечно может оказать дополнительное давление на рынок нефти по итогу мы с вами делаем общий вывод на текущее время на текущий день если глянем на нефть это действительно нефть в последнее время у нас скорректировалась на недельном таймфрейме но достаточно такое неплохое движение есть разные прогнозы дальше будут падать дальше будут расти конечно пока что вот это движение на рынке нефти она расценивается как знаете некое коррекционное движение но вот даже мысли посмотрим на вот этот график вернемся например в 2018 год вот видели на что вот это движение тоже было здесь вниз возможно это было расценено как некая коррекция затем было некоторое восстановление и после этого нефть еще дальше пошла вниз поэтому рынок он иногда знаете любит повторять похожие фигуры на поэтому здесь пока что мы расценим это как коррекция но не исключаем что цена на нефть все-таки будет болтаться где-то вот примерно в диапазоне порядка 60 долларов за баррель это такое более смелое утверждение в части снижения стоимости нефти и в части роста стоимости нефти я думаю что порядка 80 долларов за баррель может быть в какой-то момент чуть чуть побольше будем торговаться я имею до бренд то я думаю здесь пока вот в этом коридоре нефти будет находиться плюс-минус это такие вот прогнозы и кстати говоря всемирный банк также ссылаясь на это агентство говорит о том что в следующем году цена на нефть будет примерно 74 доллара за баррель то есть они фактически снизили прогноз разные банки американские одни говорят например 120 долларов за баррель например goldman sachs а другие банки говорят 100 долларов за баррель но вот всемирный банк говорит что ничего подобного примерно 74 а в двадцать третьем году то есть еще через год и того она будет снижаться до 65 долларов за баррель естественно речь идет про среднюю стоимость нефти на рынке то есть это означает что цена будет болтаться примерно в этих пределах исходя из вышесказанного опять-таки мы можем с вами это все проецировать на валютную пару доллар рубль естественно если такие прогнозы будут реализованы если все риски в совокупности типа как геополитические вот санкции о чем мы сегодня с вами вспомнили плюс вот эти риски связаны с нефтью они конечно же они будут скажем так в драйверами для того чтобы русский российский рубль стал более сильнее да конечно колебания возможны но я думаю вот этот вот коридор как минимум граница нижняя это порядка 70 рублей за американский доллар там плюс-минус копейки и максимальное значение там 77 78 до чего греха таить до 80 более широкий коридор это такой коридор который видимо надолго а может бы даже и навсегда я не буду тут нет это слово скажем так исключать она конечно очень опасно я имею ввиду навсегда но знаете если бы например мы вот здесь когда-нибудь смотрели на валютную пару доллар рубль где 2017 год когда он стоил доллар 58 рублей и затем когда он поднялся например до уровня в 60 62 рубля 64 рубля за американский доллар в двадцатом году в начале двадцатого года то конечно же здесь возможно были какие-то предпосылки что он вернется но судя по графику вероятность такого сценария но он очень крайне ничтожен друзья на утро коротко все спасибо за внимание жду вас телеграм-канале про деньги рынке и до встречи в следующих обзорах пока